Я жду письмо, люблю тебя как прежде, и так же часто, часто я пишу, и как всегда живу одной надеждой, что скоро весть от милой получу. Это стихотворение прямиком с фронта написал своей жене капитан артиллерийской разведки Николай Городицкий. Сегодня в распоряжении его потомков поэтический сборник и трогательные письма. Именно корреспонденция с фронта легла в основу ролика «Одна на всех Катюша», который сделан учениками и преподавателями детской школы искусств имени Верстовского. 15 девушек поют по одной строчке песни. Уходила с берега Катюша, уносила песню за собой. В преддверии великого праздника творческие поздравления перешли в онлайн. Вот второклассники лицея номер 13 читают стихи о войне. Не забыли и о тружениках тыла. Без ружья и без гранаты и от фронта в стороне эти люди, как солдаты, тоже были на войне. Дети по школьной программе знакомились с произведением Сергея Михалкова «Быль для детей». Данное произведение глубоко запало в душу детям. В преддверии замечательного праздника, День Победы, возникла идея совместно с родителями создания видеоролика. Кроме известной всем даты для российской истории, немалое значение имеет и 16 апреля. День начала стратегической операции, в ходе которой советские войска заняли Берлин и завершили Вторую мировую войну в Европе. Именно с этой даты артисты театра «Наш дом» начали отсчет до праздника, каждый день выкладывая в сеть стихотворения поэтов-фронтовиков. Так появился проект «Приближая победу». Мы готовили к 9 мая спектакль по прозе Светланы Алексеевича «Войны не женское лицо». И наш театр стал погружаться в атмосферу военных лет задолго до заветной даты. И мы захотели распространить это ощущение на наших зрителей. Артисты театра, как и многие, присоединились к акции «Бессмертный полк». В социальные сети выкладывают фотографии и рассказывают истории о родственниках-фронтовиках. Они вспоминают своих героев Великой Отечественной войны. И что особенно трогательно, что артисты записывают песни собственного исполнения и посвящают их своим родным и близким. Принять участие в «Бессмертном полку» может каждый житель. Так как нет возможности выйти на традиционное шествие, портреты своих героев можно вывесить на окна или разместить в социальных сетях. Сейчас химки вовсю готовятся к празднованию Дня Победы. Город украшают флагами и полотнами в цветах георгиевской ленты. В 19.00 эфиры основных теле- и радиоканалов прервут для минуты молчания. А сразу после химчанам предлагают выйти на балконы или встать у окна, держа в руках фотографии с портретами своего родственника и исполнить песню «День Победы». А в 22.00 зажечь свечи или фонарики как свет памяти и благодарности. Телеканал Химки ТВ тоже не остается в стороне. В 19.30 пройдет трансляция концерта к 75-летию Победы. Ксения Брагина, Новости Химки ТВ.